И в начале выпуска. Вчера во второй половине дня северную часть города взбудоражил вой пожарных машин. В Дубраве горела квартира. Пожарные выезжали, казалось бы, на рядовой. Вызов, но не все так просто. Клубы дыма, идущие из окон квартиры на четвертом этаже и толпа зевак. Такую картину видели сотрудники пожарной охраны, приехавшие по вызову. На тот момент никто из присутствующих и подумать не мог, что этот пожар унес с собой чью-то жизнь. В ходе тушения пожара было повреждено две комнаты и закачаны еще две комнаты дымом. В результате пожара был обнаружен погибший человек. Как выяснилось позднее, погибший мужчина был инвалидом и не мог передвигаться самостоятельно. Кроме него в квартире на момент пожара было еще пять человек. Все они были эвакуированы из горящей квартиры еще до приезда пожарных. Мужественно спасали жизни четверых детей и их мамы работники внебедомственной охраны. Дети были, можно сказать, в чем мать родила. Одели, дали одежду, тепло, посмотрели на внешность, не было что пожогов, ничего, травм. После чего передали службы медицинской помощи. Ну я считаю, так поступила бы не только полиция, а каждый гражданин Российской Федерации. Каждый, не каждый, а вот детей спас именно этот неравнодушный молодой человек со своим напарником. Со слов соседей, которых, кстати, также вывели из задымленного дома, семья, пострадавшая в пожаре, не была образцовой. Насколько это правда, мы утверждать не можем. Ой, здравствуйте. Мы с телекомпанией садов. Вы на это ничего снимали? Из-за чего произошел этот трагический случай, пока неизвестно. Это будет выяснять следствие. Но все же хочется напомнить, соблюдайте правила пожарной безопасности.